Идеальная кухня подполковника Добронравова. Обеспечение войск горячей пищи в походе вопрос огромной важности. Ведь речь идет о здоровье и боеспособности военнослужащих в ходе военных действий. Первые полевые кухни появились в русской императорской армии еще в 1898 году, а в 1901 году, после серии испытаний, были введены в войсках. К началу Первой мировой войны кухни имелись почти во всех частях и подразделениях русской армии. Походная кухня. Существовали различные образцы походных кухонь, но мы хотим остановиться на одном из них принадлежащем подполковнику В. П. Добронравову. Старый офицер, прошедший через многие походы, он хорошо знал тяготы солдата задавшись целью облегчить его быт. Командир 119-го пехотного коломенского полка полковник Шупинский, принимавший в 1903 году личное участие в испытании кухни В. П. Добронравова во время подвижного сбора 4-го армейского корпуса, сообщал следующее. Не могу не признать, что в походной кухне подполковника Добронравова не только устранены все указанные в военной литературе недостатки существовавших систем походных кухонь и осуществлены все выраженные в военной литературе требования, но дано и то, чего не нашла возможным требовать и военная литература, печенье хлеба и снабжение войск кипятком, как для чайного довольствия, так и для стирки белья. Командир 4-го армейского корпуса генерал-лейтенант Маслов отмечал в своем заключении. Я полагал бы полезным принять кухню Добронравова для всей нашей армии. Что же из себя представляла конструкция походной кухни? Главная часть походной кухни представляла собой герметически закрывающийся котел из красной меди, предназначенный для воркищей или супа. Крышка котла была снабжена предохранительным клапаном. Котел легко снимался с кухни и вместо него устанавливалась плита для приготовления офицерской пищи. Под котлом был расположен очаг с выемной медной рубашкой, защищающий станки от непосредственного воздействия пламени. Положение очага в середине прибора обеспечивало равномерное нагревание всех частей кухни, теплота распределялась весьма целесообразно между котлом, духовыми камерами и кипятильником. Особое приспособление устраняло выпадание горячих углей изолы. В духовых камерах помещались продолговатые кастрюли красной меди, два кастрюли для ворки каши и один кастрюля для разогревания сала. После приготовления каши в тех же кастрюлях можно было выпекать хлеб, а на крышках, снабженных откидными ножками, можно было готовить различные блюда. Под топкой и по стенкам прибора был расположен кипятильник для воды или чая. Так как стенки кипятильника прилегали к очагу, то вода в нем быстро закипала. Для пополнения последнего водой служила особая воронка с фильтром, которым можно очищать питьевую воду. Кран для спуска воды имел приспособление, предохраняющее его от непроизвольного открытия во время движения. Наружный кожух кухни, заключающий в себя котел, камеры и топку, был склепан из двух листов железа с асбестовой прокладкой между ними предохраняющий прибор от потери тепла посредством нагретых наружных стенок. Кожух имел лапки для прикрепления кухни к повозке, платформе вагонетки или к фундаменту. Дымовая труба двойная, с промежутком между внутренней и наружной стенками, увеличивающим тягу и уменьшающим температуру трубы, которая никогда не накаливается и не обжигает обслуживающий персонал, такое устройство трубы, кроме того, позволяло уменьшить ее высоту, увеличивая устойчивость всего устройства. Котел, кастрюли, кипятильники и другие части кухни легко вынимались из аппарата для чистки, лужения или исправления и также вновь легко вставлялись на прежние места. Причем неисправность какой-либо части кухни не лишала ее возможности готовить пищу в других частях, даже без ремонта испортившейся. Кухня очень проста в эксплуатации и могла обслуживаться солдатами, не имеющими специальной подготовки. Кухня системы добро-нравого могла одинаково успешно функционировать как во время движения, так и на стоянках. Кухни, предназначенные для довольствия войск в движении, находились вместе с повозками, ротные, на 240 человек, двуконные и полуротные, 120 человек, одноконные. Пища готовилась во время движения кухни и раздавалась бойцам при самом непродолжительном привале. Причем одновременно солдатам могли быть предложены ищи и каша, что выгодно отличало кухни добро-нравого от других образцов. Стационарные кухни могли устанавливаться на фундамент, подставку или прямо на землю. При необходимости эти кухни легко закреплялись на любой повозке, полковой или крестьянской, безразлично-ресорной или безресорной и, таким образом, превращались из стационарных в передвижные. Что было подтверждено на практике. Кухни могли устанавливаться в вагонах и на судах. Т. О. Кухня была универсальным и многофункциональным устройством, обеспечивающим бойцов горячей пищи в самой различной обстановке в походах, в подвижных госпиталях, лазаретах, на продовольственных пунктах, при железнодорожной перевозке, при полевых работах и т.д. Одна кухня, как отмечалось, обеспечивала целую полуроту. В движении она готовила кипяток, кашу и щи кипятком можно было пользоваться в любой момент. Каша и щи во время привала раздавались солдатам. И лишь затем готовилась офицерская пища. В промежутке между приготовлением пищи, в кастрюлях для каши пекса хлеб, а в пищеварном котле кипела вода для стирки белья и других надобностей. При кухне имелась вся необходимая посюда, вилка, нож, ковш, ведра, топор, полка для раздачи пищи, помещение для муки, крупы, мяса и топлива. Одним словом все то, что делало устройство совершенно автономным от случайностей похода. Какими оказались кухни подполковника Добронравова на практике, как ими пользовались, и из чего готовили пищу мы увидим из содержания ниже приведенного документа. Документ составила комиссия, назначенная для испытания кухонь в соответствии с приказом по Коломенскому полку от 8 августа за номер 220 знак параграфа. 2. Приводим заключение комиссии вместе с отзывами полкового, бригадного, дивизионного и корпусного командиров. 3. Испытывались четыре кухни, из них один была приспособлена для перевозки на артельной повозке номер 2, образца 1884 года, два на крестьянских повозках с деревянными осями, и один на полковой повозке с железными осями, первая из них параконная, а остальные одиночные. В течение подвижных сборов, с 10 по 31 августа сего года, пройдено ими расстояние более 400 верст, по дорогам почтовым, проселочным, лесным, в городах и местечках помощенным, большей частью дороги были, глубокий песок, чернозем или болотистая почва с глубокими колеями, а лесные корнистые. За все время в кухнях и повозках исправления никаких не требовалось и порчи не произошло. В кухнях приготовлялась пища одновременно, борщ или суп, каша гречневая или пшеная, сало для каши и кипяток в каждой кухне на 120 человек. Пища всегда была вкусная. Дров расходовалась для варки обеда от 1 пуда 35 фунтов до 2 пудов 10 фунтов. Продолжительность варки от 2 до 3 часов, что было в зависимости от качества дров, производились опыты хлебопечения, выпекались хорошо на крышках от кастрюль хлебца в 1-2-3-4 фунтов. Ржаного теста в 30-40 мин, пшеничного теста от 25 до 30 мин, лепешки 15 мин, коржи 8-10 мин. В кастрюлях из ржаного теста до 1 пуда в течение 2 часов, пшеничного также до 1 пуда в течение 2 часов, но в 2-х выпечки. Кроме того, в одной из кухонь во все время подвижных сборов приготовлялись кушанье для 5 человек г. Г. Офицеров, например, котлеты, жареное мясо, рагу и тому подобное. Кипятком люди вполне были удовлетворены, так что на дневках кипяток разбирался и для стирки белья. Вследствие того, что котел в этой кухне составляет отдельное участие и легко отделяется, то чистка его несравненно удобнее, чем в очагах мирного времени. Относительный, может несомненно принести большую пользу, не говоря уже о том, что дает громадную экономию в топливе, и люди при всякой обстановке могут получать горячую пищу, а в некоторых случаях и свежий хлеб. И, наконец, благодаря такого типа кухни, г. Г. Офицеры не будут лишены до некоторой степени обычного стола. Подлинное подписали председатель комиссии подполковник Сакс, члены капитана Колович, капитан Шамраев, штабс-капитан Фондернони. Движного сбора войск 4-го армейского корпуса в текущем году, при вверенном мне полку походной кухни, изобретенной подполковником Добронравовым. Причем не могу не признать, что в походной кухне системы подполковника Добронравова не только устранены все указанные в военной литературе недостатки существовавших систем походных кухонь и осуществлены все выраженные в военной литературе требования от совершенного типа походных кухонь. Но дано и то, чего не нашла возможным требовать от походных кухонь и военная литература, печенье в ней хлеба и снабжение войск кипятком, как для чайного довольствия, получаемого в размере бедра в особом кипятильнике одновременно сваркаю пищи, так и для стирки белья, в размере 17-18 ведер при наполнении всех котлов и кастрюль кухни водою. Произведенный опыт в 13-ти роте вверенного маниполка довольствия посредством той же кухни и офицеров приготовляя для них пищу по раздаче таковой нижним чинам, также увенчался полным успехом. Производившийся на моих глазах, при самом строгом контроле, опыт показал, что кухня системы подполковника Добронравова 1. Прошла сваркой пищи, шагом и рысью, двигаясь часто по лесным, едва проходимым дорогам и без дорог около четырех сотверст без малейшей порчи и починок. 2. Допускает постановку и варку пищи на любом типе повозок от двух колок до обывательских дрок для перевоза лесу, причем постановка кухни на повозку и снятие ее с таковой требует от пяти до десяти минут неспешной работы двух человек. 3. Выдерживала непрерывную топку без малейшей порчи в течение 18-20 часов. 4. Приготовляет пищу скорее, чем в обыкновенных очагах, 2,5-3 часа, и более вкусную, по заявлению самих нижних чинов, последнее обстоятельство объясняется действием пары под известным давлением, достигаемым посредством предохранительного клапана на крышке котла. При варке пищи получается значительная экономия дров. 5. Дает возможность приготовлять кашу желаемого типа от размазни до рассыпчатой. 6. Дает возможность во время, свободной от варки пищи, печь хлеб, для выпечки хлеба для удовольствия людей полной удачей хлеба по 2. Фун. 3. Требуется 13-14 час, что вполне возможно и при варке пищи 2 раза в день, 6 час. 14-14 час. 20 час, при сменных рабочих. 7. Для стирки белья в 1 час. 40 мин. Дает 18 ведер кипятку. 8. Две полуротные кухни могут быть установлены на одну артельную повозку, при желании иметь одну повозку с походной кухней и на роту, причем кухня не теряет своей делимости на полуротные кухни, одна кухня может быть снята для полуроты, остающейся на месте. 8. Другая на той же повозке, а при возможности и на обывательской, отправлена с полуротой, назначенной в отдел. Ввиду изложенного, не могу не признать, что походная кухня подполковника Добронравого, если и не составляет вполне идеала походных кухонь, то близко подходить к нему. Наибольшее значение придаю возможности довольствовать посредством кухни подполковника Добронравого людей во время похода, хотя бы частью, печеным хлебом. Кто был в походе военного времени, для того ясно, какую громадную пользу в походе принесет возможность дать людям, хотя изредка, вместо сухаря печеный хлеб. Дешевизна кухни подполковника Добронравого, экономия в лошадях и людях красноречиво пополнит то, что говорит за немедленное введение ее войска. Командир 2-й бригады 30-й пехотной дивизии генерал-майор Щагин сообщал, вполне соглашаясь с мнением командира полка, я с своей стороны, Наблюдая за испытанием походной кухни подполковника Добронравого в течение 23-й дневного подвижного сбора, пришел к тому заключению, что введение этой кухни, признаваемой мною прекрасной во всех отношениях, было бы весьма желательно и даже необходимо для войск. С ними солидарный и начальник 30-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Лавров, а также начальник штаба 30-й пехотной дивизии полковник Фальбаум, отмечавшая простота конструкции, поразительная дешевизна, замечательная практичность, как в смысле использования подручных котлов и повозок, так и в отношении эксплуатации кухни, обилию полезных функций, выполняемых кухней, пища, кипяток, хлеб, стирка, при отсутствии надобности в лишних повозках и лошадях, т. е. В данных, увеличивающих обоз положительно вынуждают признать за изобретением подполковника Добронравого права на его применение во всей армии. Трудно придумать в этом смысле что-либо практичнее и полезнее, притом столь недорогое. Наконец, командир 4-го армейского корпуса генерал-лейтенант Маслов писал, удостоверяю с своей стороны, что четыре кухни подполковника Добронравого, следуя во время трехнедельного подвижного сбора сего года с Коломенским полком, отлично выполняли свое назначение. Простота устройства их так велика, что все четыре, в том числе и первый их образец, были сделаны в полку своими мастеровыми, в лагере, что обеспечивает возможность их починки даже в походе. Дешевизна их тоже поразительна. К этому сложно что-то добавить. И остается лишь порадоваться, что русская армия, получив походные кухни быстрее самых передовых армий Европы, сделала большой шаг вперед в деле заботы о здоровье и походном быте своего солдата. Доброволицы женского ударного батальона у походной кухни, 1917 год.